доброго времени суток друзья мои всех коммунистов социалистов социал-демократистов поздравляю с праздником который конечно же меня тоже касается потому что я бэк не ссср родился и вернулся поэтому поздравляю всех с днем солидарности трудящихся на эту тему мне поговорить не дадут меня увидели мы спалились что я могу сказать об этом празднике я все свое детство и молодость юность провел в районе метро в днх там была режимная гостиница интурист космос я в ней свадьбы играл может как-нибудь выложу вон видюшки а ну брысь отсюда если смотреть из окон этой гостиницы то там на аллее которая вела к центральному входу выставки достижения реального народного хозяйства не виртуального а то что достигла наша родина на тот момент была такая надпись слава труду и она уникальна по своему устроению по смысловой нагрузке потому что ни в каких других странах которым сейчас стремимся мы или наши соседи труд не в почете то есть ну вот только какой-то гастарбайтер то может работать и так далее нормальный человек должен думать головой зарабатывать деньги и вот это парадигма западная она впилась к нам в кровь пришла сюда мы променяли свою родину на жвачку или вайс 501 сейчас пожинаем плоды все разворовали обокрали но самое главное разучились работать практически все если раньше в там в каждом квартале в москве какой-то птуды было не не говоря уже сколько было техникумов и в пту учили очень качественно три года то есть образование было плюс специальное обучение всех видов мастера учились и почему-то хватало нам на должности на все не только на заводы а и дворники все были русские потому что дети рождались и все такое сейчас же найти слесаря ну можно конечно тоже интернет ресурсы разные там уж начался и так далее но но их и скоро не вымрут как мамонты то есть как бы вот эти технологии это единственное что у нас сейчас в почете надо изучать виртуальную реальность а виртуальная реальность это виртуальная выставка виртуальных достижений это виртуальная работа сидите клацать по клаве создавать продукт которого никто никогда не увидит кроме как на мониторе и должен за него почему-то заплатить кому-то то есть вот все вся страна ни хрена не делает и все хотят деньги получать не то что я видите я корову пасу и блогерством занимаюсь кстати у меня сегодня ну праздник сомнительный как у любого православного христианина лично для меня потому что кроме кроме первомая знаменитого и социалистической конечно же который из детства несет в себе такой радостный весенний посыл шарики парады на красной площади все это ностальгия по детству открытые двери в домах общие трапезы около мараков с послевоенных лет сохранившиеся люди которые радуются просто солнышку и больше ничего не надо и сейчас какие-то новостройки посмотришь это какой-то квартал общество пик который похож на бутырский централ с прогулочным двориком внутри с трубами от крематория сверху для тех кому уже была применена высший мир наказания закрыто все 8d сетками от педофилов и у каждого есть свое парковочное место даже корову можно поставить говорят на приближенки на какой-то снимаю оказывается не короче мне как трудящемуся сегодня прилетел пятак от кого-то донат и прилетела на карту натальи васильевны которые арестованы приставы приставы у нас из этого ну то есть как бы исполнительное производство пришло из тинькофф банк тинькофф тоже социалист коммунист любит русский народ у нас существует законодательство прописано что несмотря на то какие бы у тебя не были долги даже включая алименты прожиточный минимум тебе обязаны оставить это прописано в законе но по факту чтобы его оставили наталья васильевна нужно с тоже стать айтишницей найти в госуслуги ввести туда пароль который не знаю если выучить то станешь пилотом f16 провести там кучу манипуляций которые для пенсионеров для 99 процентов вообще просто не подсильны подать заявление 17 рабочих дней ждать пока его рассмотрят чтоб тебе оставили твою от твоей пенсии прожиточный минимум москве он составляет что-то в районе двадцати двух тысяч и ровно столько же у нее пенсия но почему-то кредиторы спокойнее под эту пенсию надавали кредитов и сбербанк и тинькофф так как она оба кредита выплачивать не могла она выплачивала только сбера в тинькофф обратился заявлением об отсрочке они отказали и теперь они просто тупо обворовывают но не ее на меня потому что это мои донаты в этом месяце 15 тысяч уже нащипали пожалуйста не кладите если мне еще на 9 мая испортите настроение я на этого тинькоффа ложить и на это фспп тоже но когда вы ложите карту наталья васильевна только что они ложат на нас и никакого праздника одни расстройства почему сейчас объясню иудин день сегодня сегодня иуда из крестки из-за денег предал господа и спасителя иисуса христа бог воплотился на землю чтобы принести людям любовь но иуда вознегодовал вот как я сейчас на тинькова видите сосуд драгоценные мира мало острова вылил он на голову и в корнице какой-то там местный а его можно было продать за дорого обиделся он и пошел единую россию вот я тоже запяток расстроился не хуже иуды и день сегодня наш с ним не побоюсь такого признания потому что кто такой в нашем понимании иуда даби трейдер и как там его назвать предатель предатель я я предатель конечно тысячи раз господи потерпи на мне все отдам те терпит терпит ничего не отдаю я вот это больше не буду на тебя да прости не знаю сколько раз я 30 лет хожу к висе и а список грехов все один и тот же блуд сребролюбие не кладите пятак больше мне он нужнее хотя бы да я конечно там декларирую гробу карманов нет все умрут но не я я буду жить вечно отдайте 5 рублей суки на этой оптимистической ноте я заканчиваю свой первомайский спич надеюсь что он у вас хотел отчасть порадовал напишите кто выслал 5 рублей я не буду вносить вас черный список если можно повторить и платеж пожалуйста на карту озон сегодня день сребролюбия ну можно можно и серебряниками отдавать никого не собираюсь и очень стараюсь но по-моему все это какое-то сплошное лицемерие переходящие вялотекущую шизофрению праздником